Дорогие друзья, каждый из нас в жизненной суете, в каждодневной, в первую очередь, конечно, думает о своих детях. В первую очередь думает о том, как они будут жить дальше, что им оставить, как их воспитать. И в том числе, работая в формате Татарского культурного центра, мы не раз уже обращали на это внимание, что привить родную культуру, традиции своих предков, самый естественный способ, самое природопродиктованное время – это раннее детство. В нашей семье мы стараемся познакомить детей с самыми известными татарскими сказками. И одна из самых известных татарских народных сказок – это сказка «Три совета отца». «Три совета отца» «Три совета отца». Татарская сказка. Жил в одном ауле старик с двумя сыновьями. Пришла пора старику помирать. Позвал он сыновей и говорит «Мои дорогие дети, я оставляю вам наследство, но не наследство вы будете богаты. Дороже денег, дороже добра – три совета. Будете их помнить, проживете в достатке всю жизнь». Вот мои советы. Запоминайте. Первыми никому никогда не кланяйтесь. Пусть другие вам кланяются. Всякую еду ешьте с медом. Спите всегда на пуховиках. Старик умер. Сыновья забыли о советах отца и начали веселую, вольготную жизнь. Пить да гулять, много есть и долго спать. Первый год прожили они все отцовые деньги. На другой год – всю скотину. Прошел третий год. В доме ничего не осталось. Все продали. «Нечего стало есть», – старший брат говорит. «А ведь отец, кроме наследства, оставил нам три совета. Он сказал, что с ними мы проживем в достатке всю жизнь». Младший брат смеется. «Я помню эти три совета. Но чего они стоят?» Отец сказал, первыми никому не кланяйтесь. Пусть другие вам кланяются. «Для этого надо быть богатым. А нынче беднее нас во всей округе, никого не сыщешь». Он сказал, «Всякую еду ешьте с медом». «Слышишь, с медом! Да у нас черствой лепешки нет, не то что меда». Он сказал, спите всегда на пуховиках. «Хорошо бы на пуховиках. А наш дом пуст, и не осталось и старой кошмы». Вы знаете, что такое кошмар? «Войлочная, вот подстилка». «Подстилка, коврик. Хорошо читаешь. Старший брат долго думал, а потом сказал, «А ты зря смеешься, брат. Не поняли мы тогда завета отца. А в словах его мудрость. Он хотел, чтобы мы первыми чуть свет приходили работать в поле. И тогда всякий, кто пройдет мимо, первым будет с вами здороваться. Когда хорошо поработаешь целый день и вернешься домой усталый и голодный, даже черствая лепешка покажет себе слаще меда. Тогда и жесткая постель покажется тебе желанной и приятной. «Спать будешь сладко, как на пуховике». На другой день братья чуть свет пошли в поле. Пришли раньше всех. Идут люди на работу. Первыми с ними здороваются. Желают доброго дня, хорошей работы. Целый день братья спин не разъебали. А вечером лепешка с чаем показалась им слаще меда. Потом они заснули на полу и спали, как на пуховиках. Так они работали каждый день. А осенью собрали хороший урожай. И снова зажили в достатке. Вернулось к ним уважение соседей. И часто вспоминали они о мудрых советах отца. А про отца они вспоминали? Советы они его вспоминали. А про отца знали? И про отца вспоминали. И своим детям рассказывали. Внукам его, как надо жить. Только я вот думал, надо было сначала советы вспомнить, а потом уже деньги тратить. Так бы у них еще больше было. Вот мы и посмотрим, как же вы потом поведете себя. Через сказки разных народов мира мы можем познакомить наших детей с культурой других народов, с традициями, с особенностями. И в перспективе, я думаю, что мы для наших детей передадим то понятие наших родителей, дедов и бабушек, которое сейчас немножко не очень популярно. Такое понятие, как дружба народов. И самое главное, что это наследство они никогда не потеряют, оно никогда в банке не пропадет. Время, я думаю, что только умножит это богатство, которое мы с вами детям оставим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok